К нам присоединяется директор офиса Варшавского института предпринимательства в Киеве Юзеф Ланг и академический директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий. Юзеф, Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Юзеф, к вам первому вопрос. Уже после всех заявлений представителей Польши и Украины складывается впечатление о элементарном недопонимании друг друга. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что это действительно так. Многие украинские комментаторы, украинские эксперты, а также их польские коллеги именно кладут на этот акцент, что это конфликт. То есть то, что мы видим, это не только про зерно, это более широкая, более масштабная проблема в польско-украинских отношениях. Это тоже часть споров, которые были и раньше. Это вопрос часто непонимания друг друга. И тут я, конечно, очень рад, что в Украине появилось целый ряд статей, которые описывают, что это не так просто, как часто это представляется в украинском дискурсе, что это только про зерно или что это только связано с выборами. Это, конечно, не так. Проблема более глубокая, более масштабная. То, что сами украинские аналитики часто представляют как основу спора, и что, по-моему, имеет серьезное обоснование, это некий спор в видении роли Польши. То есть многие в Украине смотрят на Польшу как на партнера, который всегда будет помогать, независимо от обстоятельств, вне зависимости от того, будет ли иметь что-то взамен или нет. Ну, что мы, собственно, и видели в первых неделях и месяцах войны, когда Польша как первая передавала Украине тяжелое вооружение, танки, артиллерию и так далее. Когда поляки приняли огромное количество украинских беженцев, то есть принимали их у себя дома и так далее. И часто складывалось впечатление, что это всегда будет так, и что вне зависимости от того, что происходит, Польша всегда будет помогать, в отличие от западных партнеров, той же Германии, Франции и так далее, на помощь от которых нужно заслужить, на помощь от которых нужно заработать. А на помощь Польше заработать нет необходимости, Польша всегда будет помогать. То есть это впечатление было, это впечатление, конечно, ложное, потому что в международных отношениях это, конечно, так не работает. То есть понятное дело, что в интересе, стратегическом интересе Польши, украинская победа, поражение России. И тут Польша всегда в этом вопросе помогала и будет помогать Украине. Однако для каждой помощи есть свои ограничения. В случае с зерном тем ограничением стал массовый, как на польский рынок, массовый импорт украинского зерна, который мы видели в прошлом году. То есть это была величина около 10% польского рынка, то есть существенная величина. Однако тоже стоит отметить, что тоже очень популярный миф, транзита это не касается. То есть последние данные говорят о том, что в этом году транзитом через территорию Польши прошло 1,3 млн тонн украинской сельхозпродукции, в основном зерновых культур. Так что это тоже стоит заметить, что транзит украинской сельхозпродукции, несмотря на запрет импорта, продолжается и нарастает. Понятно, что каждая страна защищает свои национальные интересы, свои экономические интересы, и это логично, и это понятно. Алексей, а вы согласны с Юзефом о том, что вот этот вот некий конфликт, недоразумение нынешнее между Украиной и Польшей, это вопрос глубже, чем вопрос просто экспорта украинского зерна? Да, здесь я полностью согласен, поскольку тема правду выходит за рамки экономического момента, связанного именно с зерном. Здесь сложилось несколько факторов, и в частности, к сожалению, эмоциональные моменты, которые привели, по сути, к такому кризису. Во многом это кризис коммуникации, здесь я полностью согласен. То, что я слышу, и то, что очень сильно зацепило польский establishment, это, по сути, то, что Украина сделала, ну, нарушила определенные неписанные правила, которые придерживались, по крайней мере, с начала войны, то, что экономические противоречия не переходят в политическое противостояние. И то, что формально, да, Украина, собственно, как бы права с точки зрения того, что есть разрешение поставок зерна, и как бы здесь скорее играют роль внутренние процессы в Польше, то бишь выборы, как бы эта тема актуальна, она поднимается. И формально, да, Украина может подать, допустим, в суд, что она и сделала. Но то, что Украина не попыталась решить этот вопрос в Варшаве, а вынесла этот вопрос сначала, собственно говоря, в Брюссель, то, что вот коллега говорил о том, что это для польских элит сигнализирует то, что Украина не работает с Польшей как с серьезным партнером, стратегическим и более того другом. То, что Украина потом сделала эту тему достоянием, собственно говоря, геносаблей, это было уже воспринимано просто как пощечинок. И в этом смысле, да, когда президент Зеленский зацепил эту тему на геносаблей, я считаю, что это была большая ошибка, потому что это вопрос, который касается, по сути, достаточно незначительного момента. Это проблема, которая решаема. Более того, эту проблему уже практически свели на уровень, ну, по сути, задачи, которые могут решить ведомства. Это не вопрос политического противостояния. Поэтому здесь вот сложились те факты... Я прошу прощения, тут важно сказать о том, что мы буквально полчаса назад говорили с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины Михаилом Непраном, и в том числе обсуждали этот вопрос, и он говорил о том, что Украина в данном случае, она, да, и Польша защищает свои интересы, но и Украина защищает свои интересы, потому что те деньги, которые Украина получает от зерна, это в том числе те деньги, которые идут на оборону Украины. И в таком случае, я могу ошибаться, делюсь мнениями, мнением мы тут все им делимся, и в таком случае помощь военная Украине со стороны стран-союзников может быть меньше, то есть им меньше нужно тратить денег на помощь военной Украине, потому что Украина будет получать деньги от экспорта зерна. Да, понятно, что очевидно, что эти деньги не покроют все траты на войну, которую Россия развязала против Украины, но тем не менее. Ну, я же об этом и говорю, что вопрос, который касается самой сути конфликта, то есть это экономический вопрос, он может быть решен. Безусловно, у каждой страны есть свои экономические интересы, и здесь они могут быть противоположны. Вопрос в том, что вот эти вопросы, по мнению, собственно, Варшавы, необходимо было решать, в общем-то, в Варшаве, а не в Брюсселе, и тем более не поднимая этот вопрос на генассамблеи. Здесь сложился момент того, что есть определенные проблемы, но они решаемы, но они вынеслись на совершенно другой уровень. А потом включилась еще плюс специфика, ну, во-первых, и определенные эмоции, и специфика внутриполитической ситуации. Прежде всего, в данный момент я имею в виду польскую ситуацию, потому что там выборы для многих действующих сейчас политиков и, собственно, правительства Польши. Это было, ну, как бы, еще одно слабое место, то есть, как бы, многие противники будут говорить об унижении Польши, будут говорить о том, что польское правительство не способно защитить польские интересы и тому подобное. Есть большой плюс в том, что, в принципе, и Киев, и Варшава понимают, что стратегические интересы, они здесь гораздо важнее, они совпадающие, и уже было сделано несколько шагов со стороны, собственно, и президентов Польши и Украины, и то, что президент Зеленский вот в Люблине благодарил и буквально недавно дал награды, и то, что президент Дуда вчера буквально на конференции, посвященной, собственно, по восстановлению Украины, говорил о том, что наши стратегические интересы никуда не деваются, и мы в любом случае поддерживаем Украину, говорит о том, что этот градус, по сути дела, ну, возникшего во многом из-за, ну, тактических ошибок уровня политической коммуникации. Вот. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Да, вопрос будет решен, договорятся, безусловно. Мы поговорим еще о тех жестах, которые уже сделали президент Польши и президент Украины, которые в Люблине сейчас. Хотим еще спросить и вас, Алексей, и вас, Юзеф. Говорили о том, что вся эта история началась в том числе из-за неправильного перевода вот этих вот слов по поводу утопающего, что неправильно перевели польскую пословицу или польское выражение. Что скажете? Да, это был действительно неверный перевод, потому что в польском оригинале речь идет о тонущем, что тонущий может схватиться и лезвие, то есть, что тонущему человеку, который в беде, который в нужде, то есть, допускается многое. То есть, говоря эти слова, президент Дуда, прежде всего, хотел обратить внимание на тяжелую ситуацию Украины и то, что Украина делает шаги, которые, возможно, в других обстоятельствах были бы не сделаны. Но еще, еще, то есть, такая небольшая кремарка к тому, что сказано, то, что сказал тут коллега про эту эмоциональную составляющую, это абсолютно так. Я бы еще добавил то, что в Польше всех, то есть, и элиты, и общества, и политиков, то, что всех наиболее задело, это сравнение с Россией. И в этой теме эти сравнения появлялись уже раньше, то есть, летом это был твит премьера Шмыгаля, который тоже сравнивал Польшу с Россией. И для поляков, которые с самого начала помогали Украине, которые часто в своих домах принимали украинских беженцев, то есть, согласно данным Польского экономического института, каждый 11-й взрослый поляк в своем доме в первые месяцы войны принимал украинских беженцев. То есть, эта помощь была в масштабе всего общества, и когда после всего этого сравнивают Польшу и поляков с Россией, ну, то есть, конечно, это, во-первых, по-моему, это абсолютно неверно, во-вторых, это, конечно, рождает очень яркие, горячие эмоции. насчет насчет, насчет, то есть, того, что доходы с продажи зерна идут, в том числе и на оборонный бюджет, тут есть несколько нюансов, то есть, первый нюанс такой, что зерно не экспортируют сами агрария, этим занимаются трейдеры, которые скупают зерно у аграриев и потом его перепродают за границу, часто это юридические лица, которые даже не зарегистрированы в Украине, то есть, они зарегистрированы в Кипре или в других офшорах, так что, тут сравнивать доходы бюджета от продажи зерна с масштабом военной помощи, даже только польской военной помощи, которая и так намного больше и доходов от зерна и, возможно, даже всего, всего, то есть, масштаба импорта зерна и транзита зерна через Польшу, думаю, не совсем корректно. Также президент Польши Андрей Дуда заявил о том, что СМИ неверно интерпретировали слова премьер-министра Матеуша Моровецкого о прекращении поставок оружия Украине, а президент Литвы Гитана Снауседа призвал и Польшу, и Украину как можно быстрее разрешить это разногласие, добавив, что речь идет не о безопасности отдельных стран всего региона. Ну и понятно, что ликует российская пропаганда, мол, он ссорится, заявляет о том, что Польша больше не верит Украине и так далее. Ну понятно, что разжигают всю эту историю. Алексей, все-таки это ссора или вот этими шагами, о которых вы уже вспомнили, мы сейчас еще покажем синхрон Владимира Зеленского в Люблине. Ссора завершается, можем так говорить. Давайте сначала послушаем синхрон Зеленского в Люблине, который поблагодарил народ Польши за поддержку, а также наградил медика и журналистку наградами. Я благодарен вам, что у Украины есть такие польские друзья и в ваших лицах хочу поблагодарить польский народ, абсолютно всех людей, которые с первых дней войны открывали свои семьи, открывали свои дома, открывали себя и помогали. Итак, Алексей, ссора ли это? Можем ли говорить, что вот эти шаги президента Украины и президента Польши сгладят всю эту историю и она в конце концов обретет свое логическое завершение и стороны договорятся так или иначе? То, что Украина с Польшей будут в одной лодке и стратегические отношения будут поддерживаться и дружба между странами как бы здесь неминуема, я в этом уверен, что эта ситуация она как бы не снимается всего лишь одним или двумя символическими шагами сейчас, потому что, ну, правду, как заметил Юзеф, эта ситуация, она созревала. Я напомню, что в начале августа тоже была достаточно неприятная ситуация, когда на слова одного из чиновников канцелярии президента Польши Украина вызвала посла Польши ну, как бы для обсуждения. То есть, эта ситуация, опять же, которая была связана прежде всего с, ну, мне кажется, неадекватной реакцией и неправильной коммуникацией, потому что там не было, опять же, точки конфликта. Ну, вот такие мелкие шаги, они создают ну, атмосферу, в которой возникает все больше недовольства и эмоционального, и, собственно говоря, на него необходимо политикам реагировать. И вот этот шлейф, он все-таки будет немножко, знаете, так, отравлять какое-то время наши отношения. Но то, что в любом случае Польша с Украиной будут сотрудничать, то, что польское общество абсолютно поддерживает Украину, уровень солидарности и поддержки невероятный, то, что украинцы относятся к полякам с наивысшей симпатией, если мы посмотрим на опросы общественного мнения за последних два года, это не изменится, я думаю, от таких действий, но их необходимо будет все-таки дезавуулировать некоторыми шагами с обеих сторон. Потому что остался вот этот эмоциональный шлейф, к сожалению, он не растворится так быстро. Более того, есть, опять же, ситуация предвыборная, когда следующие еще две-три недели будет очень много популизма и игроков, которые будут пытаться в Польше использовать эту ситуацию. Я думаю, прежде всего, конфедерация, как такая ультраправая партия, она получит свой бонус, потому что она будет активно использовать антиукраинскую риторику. И вот этот момент, конечно, он очень печален, он неприятен, но я думаю, что в конце концов отношения стратегические между странами не изменятся. Юзеф, скажите, а каким вы видите сценарий разрешения вопроса с экспортом украинского зерна? Тут, то есть, на мою думку, поскольку этот конфликт или напряжение, думаю, это более подходящее слово, они более стратегические, затрагивают более широких вопросов, то, по-моему, сценарий разрешения этого тоже должны включать в себя не только вопрос зерна, а более широкие вопросы, более широкий перечень вопросов, для того, чтобы в будущем они не создавали подобных ситуаций, и чтобы этим тоже не могли воспользоваться наши общие враги, чтобы этим не могла воспользоваться Россия, но для этого и Польша, и Украине надо будет обсудить ряд спорных моментов, которые не ограничиваются только зерном, то есть этот каталог он существует, и он, я бы не сказал, что он сильно изменился за последние годы, эти моменты будут создавать напряжение, будут создавать конфликтные моменты, до момента, пока их не разрешат, то есть возможно положительным итогом того, что мы видим сейчас, то есть за последние дни или недели, это будет попытка более стратегического, более широкого взгляда на взаимные отношения, разрешение тех конфликтных моментов, которые накопились, и также институционализация некоторых отношений, то есть для того, чтобы те коммуникационные моменты, которые тоже возникают, чтобы они не появлялись, то есть тут стоит помнить, что хотя уровень отношений между Польшей и Украиной за последние два года вырос до беспрецедентных масштабов, то есть это не только военная помощь, это и политическая помощь, это и поддержка в Польше в многих вопросах, в которых Польша была авангардом, то есть те же, к примеру, танки Leopard 2, в которых это Польша создавала танковую калитию, продвигала это правда, Юзеф, мы безусловно ценим всю ту поддержку, которую Польша предоставляет Украине, и не только с точки зрения военной, экономической помощи, потому что все те поступки, слова, которые поляки адресуют украинцам, они, ну, их сложно преувеличить. Спасибо вам большое, с Юзефом Лангом и Алексеем Полегким говорили о конфликте, который сложился между Польшей и Украиной в вопросах экспорта украинского зерна. Будем надеяться, что конфликт этот несколько преувеличен и вскоре будет разрешен.